Командно-штабные учения в нашей стране проводились и ранее, но это явно особенное. В первую очередь, разум собрались представители разных ведомств Беларуси и Украины, как подпрасывать шляхи с уместной ликвидацией надзвучайных ситуаций на трансграничных территориях. До темы пожара на радоценно заброшенных програничных территориях у денег командно-штабных учений взвернулись и не выпадкова. Значная часть границы между Беларусью и Украиной проходит через Чернобыльскую зону чужения. До того, что практически побольше с границей находится территория Полесского радоценно-экологического заповедника. На этой территории, когда третий Цезия, который выполнен на беларусской зиме, больше 70% стронция и 97% плутония, пожары на таких территориях представляют реальную погрузу для здоровья населения. Горит граница на протяжении 300 километров. Соответственно, мы начали думать о трансграничном сотрудничестве, чтобы в любой точке границы у нас было готово какое-то решение. С двух сторон границы решить, пересекать границу, не пересекать и так далее. Потому что мы уже в новой эре, в эре больших пожаров, в том числе трансграничных пожаров. Супрацовництво по ликвидации на случайных ситуациях вялось и ранней, а лепоспеховым выник оказывающие незавсёды в процессе заденничанной десятки структур и организовать их взаимодействие частным венем с Кладаном. С гэтой на годы на командно-штабное обучение у Гомеля запросили у всех, от кого залежит эффективность принимаемых мер, от пограничников и представников администрации зон отчужения до мытников, медиков, санитарных врачов и работников лесной господарки. Чтобы в дальнейшем соответствующие ведомства, пограничные, таможенные, Министерство по чрезвычайным ситуациям с нашей страны, с аналогичными коллегами украинской страны, все эти тонкие места проработали, чтобы в случае необходимости этих барьеров не было, а силы и средства вовремя были направлены на ликвидацию возникшего пожара. Командно-штабное обучение проходит в режиме реального часа. Белорусская и украинская делегации постоянно отремливают новую информацию об распространении умовного пожара. Сгодно с легендой он возник на соседней территории, которая прилегает до Нарулянского района. Худкость распространения огню, наявность сил и сродков, готовность принимать оперативные решения и при необходимости брать на себя отказность – важно все. От узгоденных деяний в боков залежит на кольке потерпеть обедве территории. На этот раз умовно, олег, это не значит, что завтра тут не будет реального возгорания. Если что-то случится на границе между двумя странами, то команды соответствующие, соответствующие специалисты должны действовать быстро. Для этого они должны следовать каким-то одинаковым процедурам. Они должны их соблюдать одинаково, чтобы действовать эффективно. Олег Снятеров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель».